Всем привет! И с вами рубрика «Околонаука». Сегодня мы проведем расследование, как накрутить индекс Хирша и отчитаться за научный проект в два счета – без СМС и регистрации. Для современного ученого уже давно не секрет, что такое наукометрический показатель, например, Международный индекс Хирша. Это формальная оценка результативности научной деятельности отдельного ученого, а в сумме группы, лабораторий, института и даже целой страны. Индекс Хирша был разработан в 2005 году и очень быстро прижился в научном сообществе. Существует несколько баз данных, определяющих индекс цитирования, а также российский индекс научного цитирования RINZ на базе сайта A-Library. Запомните эту аббревиатуру. Принцип работы данного показателя очень прост. Чем чаще ты публикуешься в научных изданиях и чем больше тебя цитируют и читают, тем выше твой индекс и ты тем более серьезный ученый. Вроде бы тут все просто и понятно, но и здесь есть свои подводные камни, особенно если мы говорим о российской науке. Во-первых, значение индекса Хирша зависит от количества написанных работ. В погоне за индексом ученым некогда долго и серьезно заниматься одной публикацией, ведь главное теперь – это чистота выпуска работ. Безусловно, при этом качество публикаций падает. В России при этом вы столкнетесь с полным безденежием, с работой на старом оборудовании, да еще и в супербюрократической среде института. А если вам хочется провести исследование на современном оборудовании, в другом институте, в другом городе, а может и в другой стране, то не видать вам быстрых результатов, так как вы захлебнетесь выбивать деньги через гранты на исследование и на поездки. Ждать придется очень долго, год или два. Вот такая вот чистая наука. Во-вторых, индекс Хирша не учитывает качество и важность научных работ. Чем уже и сложнее область науки, в которой трудится ученый, тем меньше ссылок он может получить. Выходит, что объективной оценки нет. И в-третьих, больших опасений следует искать в том, что в России индекс Хирша – основной показатель научной продуктивности ученок, и многие вузы и научные институты определяют размер премии для своих работников, исходя из этого индекса. То есть сегодня от этого показателя зависит статус ученого и его личный доход. А это значит, что мы попадаем в финансовую систему со своими теневыми рынками. Ведь индекс Хирша можно накручивать. В частности, существует перекрестный обмен ссылками. Есть биржи цитирования, где ссылки на свои статьи можно купить или продать. Дело часто доходит до того, что многие ученые, имеющие административный ресурс, могут заставлять своих коллег цитировать их работы. Таким образом, индекс Хирша не отражает личный вклад отдельного ученого, а показывает лишь актуальность исследования. Отдельно хотела бы сказать о российском индексе научного цитирования. База данных РИНС учитывает статьи из более 3,5 тысяч российских научных журналов. Из этой массы изданий цитируются хотя бы с некоторой частотой только полторы тысячи. Это означает, что 2000 изданий либо вообще не цитируются, либо цитируются крайне редко. И всего лишь несколько десятков более высокорейтинговых журналов переводятся на английский и цитируются в других базах данных. Почему так происходит? Зачем нам нужно столько журналов, которые не имеют никакого веса в мировой науке? И зачем нам нужно утаивать оригинальные результаты работ в плохих журналах? И что вообще творится за кулисами системы РИНС? А вот это хороший вопрос. Вот вам ответ из жизни рядового ученого. Как только он опубликовал статью в российском журнале, его электронные почты моментально попадают в базу данных РИНС. Ему шлют огромное множество приглашений на российские конференции, а также приглашения опубликоваться в российских журналах. Но, внимание, что это за журналы и конференции? Время от подачи рукописи до ее публикации или времени от подачи заявки на участие до самой конференции – месяц-два. Это очень маленький срок. Ни рукопись, ни тезисы, скорее всего, даже не рецензируются. А конференции проводятся только в дистанционном формате. Можно подумать, что это мошенники. Но нет. Возьмем, к примеру, недавно пришедшее приглашение, в котором предлагается опубликоваться журналь с громким названием «Евразийский научный журнал». Далее заходим на сайт e-library и ищем сия журнал. Да, действительно такой существует. Он имеет порядка 3000 публикаций за два года. То есть, в среднем, 4 статьи в день. Очень ушающий эффект. Ну что же, давайте откроем какой-нибудь выпуск и посмотрим, что же там за статьи. Журнал подходит для многих дисциплин, как гумитарной науки, информационной и естественной. В данном выпуске лидируют педагогические и юридические науки. Но к нашему разочарованию присутствуют статьи объемом лишь 1-2 страницы. А полные тексты попросту недоступны. И недоступны они не потому, что нет бесплатной версии, а возможно потому, что текстов-то вообще не существует. Журналом владеет некая компания ООО «Центр дистанционного обучения» из Курска. К нашему удивлению, эта организация уже прекратила свою деятельность, так как не предоставляла документы отчетности о налогах и сборах. Получается, ее деятельность незаконная. За 2015 год прибыль компании составила всего лишь 3 тысячи рублей. Давайте перейдем на сайт самого журнала. К новому удивлению, мы попадаем на сайт уже другого журнала, но с похожим названием «Евразийский союз ученых», которым владеет компания ООО «Международный образовательный центр» в городе Москва. Очень похожие названия. А теперь проверим и эту компанию. И что бы вы думали, компания находится в реестре юридические лица, не предоставляющие налоговую отчетность более годы. И, скорее всего, она скоро будет закрыта. Такое ощущение, что эти компании вообще одноразовые. Как вы уже поняли, эти издательства нацелены не на научный результат работы, а на чисто формальный, с целью заработка денег. Ведь публикации у них быстрые и платные, всего лишь полторы тысячи рублей за статью. Сама редколлеги вот в такой форме рекламируют свои услуги. Электронные публикации статей, публикуемые нашим сообществом Евразийского союза ученых, это возможность разместить нужный материал, который поможет получить повышение в должности, либо дополнительную премию. Откуда же взялись это псевдо-журналы и псевдо-конференции? Закон рынка гласит, если есть спрос, значит есть и предложение. Действительно, российская наука это давно бизнес. Причем бизнес на бюджетных деньгах, на наших налогах. Псевдо-ученые осваивают бюджетные деньги, придумывая всевозможные проекты с названиями «Нано» и «Инновационно». Публикуются в этих псевдо-журналах за небольшие деньги и смело отчитываются этими публикациями по грантам и проектам. Деньги есть. И не важно, что для страны ты ничего не сделал, не изобрел, не открыл. Ведь тут главное – это формальная отчетность и такой же формальный результат. Что заставляет ученых это делать? Сегодня работник научной сферы – это белый воротничок в огромной госкорпорации Миноборнаука. Он должен следовать ключевым показателям эффективности, даже если они мнимы и не отражают актуальной действительности. У ученых нет возможности получить средства на существование, кроме как безмолвного вкалывать, обманывать, прогибаться и соглашаться на сделку с совестью. И дело не в плохом госфинансировании или маленьких зарплатах, а в отношении самого ученого к своему делу. Многие просто не стремятся к истинным открытиям, а стараются соответствовать общей корпоративной этике. А там, где люди готовы терпеть несправедливость и обман, всегда процветает коррупция, низкая мотивация и неэффективность. Вместо того, чтобы прогибаться, ученым следует проявить солидарность и объединиться в независимое движение, которое, используя все современные информационные технологии и механизмы прямой демократии, смогли бы решать общественные и научные проблемы. Это тот самый случай, когда без реального участия ученых в управлении научной сферой, наша страна рискует быть окончательно отброшена на окраину социально-технологического прогресса. Этого нельзя допустить. Если вы согласны с нами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помогайте нашему проекту рублем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова